Говорим про игру NIM. Игра NIM – это тоже игра с кучей камней, но здесь куча уже сколько угодно может быть. Здесь M камней, значит, O, N1, N2 и так далее, N, M, Z. За один ход можно взять, выбрать любую кучу, в которой еще есть камня, то есть настоящую кучу, да, бывает густое множество, там ничего нету. Надо взять настоящую кучу, в которой есть хоть один камень, и от этого забрать тоже какое-то число камней больше нуля. Но при этом любое, не ограниченное, каким образом, а совершенно любое. Ход заключается в том, что нужно выбрать одну из куч и забрать произвольное число камней, но больше нуля. Да, произвольное, положительное число камней. Ну и, как обычно, проигрывает тот, кто не может делать ход. А выигрывает тот, кто не может делать ход. Бывает другая теория, где, наоборот, выигрывает тот, кто не может делать ход. Это такая игра на мизер И это тоже рассматривается Но по какой-то причине Теория гораздо сложнее То есть там тоже можно рассмотреть Но здесь сейчас будет очень красиво истроена С игрой на мизер все очень сложно Поэтому у нас будет проигрывать Кто-то не может сделать ход Если куча одна То тогда игра тревлядина Если одна куча То тогда Если она при этом настоящая То есть если Да, просто я разберу все камни и с куча Если там хотя бы один камень есть То есть лучше все-таки вот так написать Что если n1 равно 0 То тогда получается, что выиграет второй Потому что играют первой Выигрывает трой А если n1 больше нуля То тогда выигрывает трой И выигранный ход Это просто забрать все камни и с куча Если дверь куча То это уже Не совсем тревлядно И может быть удобно Представлять себе не игру с кучами А эквивалентную игру С лазьей на шахматной доске Ну или вообще на какой-то доске Значит тут получается Валентная игра с ладьей Которая заключается в том, что у вас есть Такая доска У которой есть левый нижний угол А в принципе наверх и направо Она потенциально не ограничена Значит такая вот клетчатая доска И где-то тут стоит ладья В общем ладья тут стоит И в отличие от обычной ладьи Которая во все стороны может ходить Эта ладья может ходить только налево и вниз Но на любое число клеток Как и обычная ладья Она может ходить на любое число клеток Но в отличие от обычной ладья Она может ходить только налево и вниз От вверх и направо Ну и получается, что Проигрывает тот, кто не может делать ход то есть проигрывает тот, кто достался ладья в левом нижнем углу. Соответственно, выигрывает тот, кто ее в этот самый левый нижний угол поставил. Но это действительно эквалептная игра, потому что здесь можно считать, что у нас по горизонтали количество камней в одной куче, а по вертикали количество камней в другой куче. И тогда, если ладья идет налево, то это соответствует забиранию камней из первой кучи, а если вниз, то забирание камней из второй кучи. Понятно, да, что это та же самая? Ну, можно же тут самая техника играть? Чтобы ладья называлась в клеточке... Это общее правило. Сейчас, давайте выскажите. Ну, если в вертикали и по горизонтали находятся на изобразном состоянии, то у нас выигрывает второй, в пройденном случае выигрывает тот первый. Да, правильно. Ну, то же самое. Соответственно, здесь есть диагональ. И если ладья стоит на диагонали, то тогда выигрыш второй. Почему? Потому что если первый не может остаться на диагонали, он обязательно уйдет с нее. И после этого второй вернется на диагональ. Потом снова первый уйдет, второй вернется. Первый уйдет, второй вернется. Ну и рано или поздно та точка, куда второй вернется, это будет вот эта точка. И в этот момент первый проиграет. Если же первый нет на диагонали, так вот здесь вот, то выигрышный ход это пойти на диагональ. И тогда первый стол становится вторым в игре, начинающийся с диагональ. А после этого, например, вот это вот просто выигрышный ход. После этого, например, второй пойдет сюда, первый пойдет сюда. Соответственно, в терминах размеров кучек получается, что если n1 равняется n2, тогда выигрывает второй. А если n1 не равняется n2, тогда выигрывает первый. Ну что, все понятно с двумя? Да, не нужно что-нибудь еще поискать? Ну, в принципе, если вы так не сообразили, то можно будет точно дальше через проигрышный и выигрышный делать. Да, тогда... Ну, давайте я так нарисую. Значит, тогда вот эта вот позиция была проигрышная, левый нижний угол. Тогда, соответственно, вся левая сторона и вся нижняя сторона, это быть бы выигрышной позицией. Дальше вот этот угол стал бы проигрыш, потому что, наверное, может быть только сюда и сюда. Вот, потом снова выигрышный наверх, выигрышный направо, снова угол проигрышный, ну и так далее. Дальше уже видно. Дерминаю к трем кучам. На самом деле, стыгня кучами уже трудно установить общее правило без того, чтобы это правило распространилось на любое количество кучек. Поэтому начнем мы с тех, каких примеров. Первый пример это когда две кучи одинаковые. Да, например, если, да, вот есть n1, n2, n3, и если n1 равно n2, а n3 при этом больше нуля, то тогда кто выигрывает? Да, тогда выигрывает первый. Ну, если хотя бы одна из кучи нулевая, то мы просто в предыдущих, в одном из предыдущих случаев. Вот, а если две одинаковые, а третья не нулевая, тогда выигрывает первый, потому что он третью кучи набирает целиком, и после этого оказывается вторым в игре с двумя одинаковыми кучами. Ну, соответственно, простейший пример, когда все больше нуля и нет двух равных, это 1, 2, 3. Вот давайте его разберем. Пусть у нас будет 1, 2, 3. Кто тогда выигрывает? Ну, у нас вам придет случай разбирать. Да, у первого есть не так много вариантов ходов, да, то есть он может забрать... Один камень, он будет и проиграть. Ну, да, он всегда проиграет, на самом деле. Ну, да, да. Да, соответственно, он либо забирает один камень, оказывается проймышной позиции, либо забирает один камень отсюда, оказывается проймышной позиции из-за вот этого. Либо он забирает второй камень, оказывается проймышной позиции, либо он будет 1, 3, тоже две не равные кучи. Соответственно, либо 1, 2, 2, либо 1, 2, 1, либо 1, 2. Вообщем, во всех вот шесть всего случаев есть. В трех случаях у нас две одинаковые кучи, а в других трех случаях у нас две кучи одинаковые, еще третья не нулевая. Все эти позиции проигрышные, точнее все эти позиции выигрышные для первого, поэтому вот эти позиции проигрышные. Ну что, понятно? Ну, как следствие, получается, что, например, если у нас 1, 2 и 15, это какая позиция? Да, это первое выигрышное получается, да? То есть вот это вот проигрышное. Вот, 1, 2 и 15, это выигрышное. Потому что можно вот это 15 уменьшить до 3. Видите, это уже не очень реальный ход, да? То есть нужно 1, 2 и что угодно больше 3 нужно ровно на 3 уменьшить. Потому что если вы до 1 и до 2 уменьшите, то вы проиграете. Если вы до 3 уменьшите, то вы тоже проиграете, потому что соперник потом на 3 уменьшится. Поэтому здесь важно именно на 3 уменьшить. Ну, или там если, в общем, 1, 2 и что-то больше 3. Или, например, 2, 3 и что-то больше 1. Это все выигрышные позиции. Вот, это уже довольно большое семейство. Но, наверное, самое маленькое, что под это все не попадает, это 1, 4, 5. 1, 4, 5 пока что не под 1 из уже разломных случаев не попадает. Я вот это введен в состоянии 1, 2, 3. Ну, там вполне 1, 2, 3 не могу. Могу и не встретиться по дороге. В общем, здесь уже вариант может побольше 10. Но тоже пока еще все можно полеврать. Значит, здесь какие варианты? Здесь варианты 4, 5. И это выигрышные. Соответственно, 1, 3, 5. И это тоже выигрышные. Вот, примерно, как вот здесь. Да, 1, 3, 5. Отсюда можно прийти в 1, 3, 2. 1, 2, 5. Ну, это просто буквально как вот здесь вот. В 1, 2, 3. 1, 1, 5. И это вот поэтому теперь выигрышные. Выигрышные. Соответственно, 1, 5. Тоже две разные кучки. Тоже выигрышные. Ну и, наконец, 1, 4, 4. Это вот по этому правилам выигрышные. 1, 4, 3. И переходит в 1, 2, 3. 1, 4, 2. Переходит в 1, 3, 2. Ну и 1, 4, 1 и 1, 4. Тоже по более простых правилам выигрышные. Значит, все эти позиции выигрышные. Значит, это позиции проигрышные. Еще одно упражнение такого же рода. Пусть у нас теперь будет 2, 4, 6. Ну, наверное, вы уже догадываетесь, что это тоже будет проверышная позиция. Ну, там 12 еще перебрать. Тоже они будут сводить к предыдущему, да. Значит, 1, 4, 6. Переходит в 2, 4, 5. 4, 6. Понятно. 2, 3, 6. Преходит в 2, 3, 1. 2, 2, 6. Не одинаковых. 2, 1, 6. 2, 1, 3. 2, 6. Это две разных. Соответственно, 2, 4, 5. Преходит в 2, 1, 4, 5. 2, 4, 4. 2, 4, 3. 2, 1, 3. 2, 4, 2. 2 одинаковых. 2, 4, 1. 2, 3, 1. И 2, 4. В общем, все. Все, куда можно прийти, выигрышные. Поэтому это проигрыш. Да. Это проигрышная позиция, где человек перестает первым, да? Первым, да. Все позиции для того, как будет эта позиция. Мы можем забрать все. Можем. И оставить один камень. Да? Здесь что вы не делаете? А если оставить четное количество кучи с четным количеством кунди? То есть, допустим, две кучи по одной камне, то второй круг получается... Нет. Если у нас две кучи, то ваши докторные они или нет? Если для второго игрока оставить две одинаковых кучи, то тогда это был выигрышный ход. Если второго игрока оставить две разных кучи, то это проигрышный ход. Ну, допустим, если мы заберем четыре камня из второй кучи, то будет два-два. Почему мы не заберем один камень? Мы заберем один камень, например, один-два. Второй тоже заберем один камень и другой кучи. Будет один-два. Да, в общем, тут можно каждый раз разворачивать все, что мы уже ходим до сих пор. То есть тут, в принципе, где написано стрелочки, это выигрышный ход. Но где-то не написано, можно это всюду дополнить, да? 4-6-2-4-4, 2-2-6-2-2, 2-4-4-4, 2-4-2-2, 2-4-2-2, 2-4-2-2 и 2-4-2. Ну, четность и четность здесь, конечно, имеет значение, но не так напрямую. Здесь все существенно хитрее. Эти вот три примера 1-2-3, 1-4-5, 2-4-6 могут натолкнуть на мысль, что если у нас сумма двух кучек равна количеству третьей, то тогда это прорывшая позиция. Но это, конечно, хорошо, но у нас уже есть какой-то пример. Например, 2-4-2. 2-4-2 здесь тоже, 2-2 равно 2-4. Сумма кучек равна, сумма камней будет меньше, кучек равна, число камней будет больше, но тем не менее это будет выигрыш. А вот эти прорывы уже. Поэтому на обычную сумму здесь нет надежды, а сумма здесь нужна особенная. Но ладно, я не буду ожидать, что вы сможете сами догадаться на это правило, оно довольно хитрое, поэтому расскажу, что нужно делать. Значит, а им нужна сумма специальная, а именно сумма, во-первых, в двоичной системе счисления, и во-вторых, отдельно в каждом разряде без переносов. Так, все ли знают, что такое двоичная система счисления? Так, ну, да, вроде более-менее все. Значит, правило такое, значит, правило назовения двоичной и троичной позиции. Первый шаг. Нужно размеры всех куч представить в двоичной системе счисления. Второй шаг. Это нужно, как при обычном сложении, выровнять по мальшему разряду. И третий шаг. Просуммировать нули единицы в каждом разряде по модулю 2 и без переносов. Просуммировать нули единицы в каждом разряде по модулю 2 без переносов. Если вы обычным образом складываете, то вы тоже суммируете в каждом разряде, но если получилось больше, чем единица, то есть хотя бы двойка, то там переносятся в более старшие разряды соответствующие станки. В такой сумме, которая называется ним сумма или побитовая, сумма или побитовый ксо, при таком сложении ничего не переносится. А, например, если там было 2 единицы, то нужно писать 0. Если там было 3 единицы, то нужно писать 1. Если было 4 единицы, то снова 0. Ну и тогда. Ну и тогда, например, если написать 1, 4, 5, то что здесь будет? Значит, единица эта единица и есть. Мы можем, например, 0, 0, 1 написать, чтобы сюда знаковое число. Знаковое число. Соответственно, 4 это 1, 0, 0, а 5 это 1, 0, 1. Вот теперь если это складываете, то получается, что здесь 1, 0, 1, 2 единицы 0, здесь 3, 0, 0, здесь 2 единицы тоже нет. Так вот, я еще не сказал, что дальше делать. Если получились 1, 0, то это проигрышная позиция для первого. А если хотя бы 1, 1, то выигрышная. Если во всех разрядах 0, то позиция проигрышная. Если есть единица, то выигрышная. Ну что, понятно ли, как сформулировано правильно? Сейчас будем постепенно доказывать, что оно правильно. Что действительно, как сказано, как заряблено, так и есть. Про проигрышные выигрышные позиции. Довольно легко понять, почему это так для одной кучи и двух кучи. Потому что одна куча, как раз если 1, 1, равна 0, то тут и есть 1 и другие. Надо ничего сформулировать не надо, просто 1 и 1 переписать. Если это 0, то и почти все нули, то есть это позиция проигрышная. Если 1 больше, то хотя бы одна единица там есть, поэтому эта позиция выигрышная. То есть тогда будет все правильно. С другими кучами тоже более-менее все понятно. Если вы одно и то же число само собой складываете, то там всюду либо два нуля, либо две единицы. И поэтому во всех разрядах получится 0. Если число разное, то у них хотя бы в этом разряде разные. А если они разные, то это значит, что у одного 0 и у другого единицы. Поэтому в сумме будет единица, поэтому, соответственно, в итоге будет хотя бы одна единица. Поэтому с одной куча есть правда работает, с другим кучами работает. С тремя, ну, по крайней мере, во всех случаях, которые мы разобрали, работает. Потому что вот в этом случае как раз все единицы из 1 и 2 друг другу сокращаться. И хотя бы одна единица проявить в n3 даст единицу в результате. Но здесь мы просто проверить можем. Вот 1, 4, 5 мы уже проверили. Но 1, 2, 3 это будет просто 0, 1, 1, 0, 1, 1. Вот, 2, 4, 6 будет 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ну а, соответственно, если взять 2, 4 и что-то больше 6, то тогда, ну и, соответственно, что-то меньше, что-то тоже. То тогда, соответственно, здесь где-то будет еще единица. Вот, и поэтому будет не 0. 2, 4 и 6 это проигрышное. 2, 4 и все, что будет кроме 6, это выигрышное. Ну и можно проверить, да, если 2, 4 и что-то больше 6, то можно прийти сюда. А все остальные, они у нас вот тут вот были, да, все остальные вот одни, они были выигрышные. То есть, по крайней мере, до сих пор никакого противоречия с правилом мы не нашли. Ну, на самом деле не дойдем, это верное правило. Ну что, может к этому моменту какие-нибудь вопросы есть? Еще примеров каких-нибудь? Так, ну ладно. Значит, если пока вопросов нет, то давайте просто докажем это правильно. Да, докажем, что действительно выигрышность и проигрышность определяются таким образом. Но для этого нужно что сделать? Нужно просто выигрышную позицию предъявить выигрышный ход. Ну, а в промышленной показать. В промышленной показать, что может перейти только выигрышная. И на самом деле важно следующее. что вот для вот так определенных проигрышных позиций верно наше правило, что из проигрышной можно перейти только в выигрышную, а из выигрышной можно перейти в какую-то проигрышную. Теорема заключается в том, что вот это правило верно. И идея доказать заключается в том, что если... Вот это я еще раз повторю, ним сумма называется вот этот результат. Значит, если ним сумма не равна нулю, то можно перейти в позицию с ним суммой равной нулю. Если ним сумма не равна нулю, то можно перейти в позицию с ним суммой равной нулю. Каким-то образом. Хотя бы одним, иногда больше, чем одним. А если ним сумма равна нулю, то можно перейти только в позицию с ним суммой не равной нулю. То есть вот эти вот позиции, где ним сумма равна нулю, являются аналогом диагонали вот здесь вот. Если игроку уходит с этой диагональю первой, то второй может его вернуть. Да, первый снова уходит, второй снова его возвращает. И так далее, общее число камней снижается, и так пока он до нуля не снизится, и если оно снизилось до нуля, то уже все. Ну и тут, в общем, первая вещь, это самое главное. Давайте я нарисую картинку, наверное, вот здесь вот наверху нарисую, повыше. Пусть у нас теперь много кучек. Да, не две, не три. Ну, может быть, и три. В общем, много. Вот мы их написали в точной записи, сложили поразрядно, и получили какой-то результат, где у нас не ноль, где где-то есть единица. Да, вот, может, у нас тут есть единица. В принципе, единиц может быть много. Да, может, что, вот здесь вот есть единица, вот здесь единица. Как вы думаете, какая здесь самая важная? Вот у нас она та, которая левее всего. Да, то есть, которая соответствует самому старшему разряду. Вот это вот. Значит, мы рассматриваем. Мы пока в первую очередь доказываем, что если сумма не равна нулю, то можно перейти в позицию суммы равного. Соответственно, рассматриваем самую старшую единицу, и смотрим, откуда она взялась. Вот, смотрим, разряд, из которого она взялась. Что может про этот разряд сказать? Сумма нечетная. Сумма нечетная. Сумма нечетная, да? Это конечно. То есть, там нечетное число единиц. А если число нечетное, значит, оно точно не равно нулю. То есть, там есть хотя бы одна единица. Значит, самую старшую единицу в результате. И на дни, среди слагаемых, из которых она получилась, есть хотя бы одна единица. Может быть 3, может быть 5, может быть 7, но хотя бы одна точно есть. Вот. А на самом деле, сколько единиц там будет, столько есть вариантов выигрышного хода. Ну вот, пусть, например, вот эта вот единица. Значит, теперь есть какой-то участок левее этой единицы, какой-то участок правее этой единицы. Вот ровно с этой кучкой мы и будем иметь дело. То есть, именно эту кучку будем уменьшать. Именно эту кучу будем уменьшать. А именно, как мы ее уменьшим. Давайте то, что левее единиц обозначим за х, то что левее обозначим за х. Мы это превратим в следующее. Значит, старшие разряды мы оставим неизменными. Значит, мы здесь оставим х, и это гарантирует, что левее этой единицы останется суммой 0. Да, если вот здесь мы ничего не изменили, здесь тоже ничего не меняем. А раз это была самая старшая, значит, еще старше были только 0. Поэтому здесь было бы 0. Значит, саму эту единицу мы заменим на 0. И это нам гарантирует, что вот в этом разряде тоже будет 0. Да, здесь всего было нечетное число единиц, но вот эту единицу мы заменили на 0. Значит, стало четное число единиц, то есть здесь результат 0. Но нужно еще, чтобы вот здесь все обнулилось. Но мы здесь теперь возьмем такой z, чтобы все младшие разряды обнулились. А почему такой z есть? Где вообще искать такой z? Он на самом деле чуть-чуть единственный. Ну, в игреке, в тех разрядах, под которыми стоят единицы, заменяем на 1 минус то, что... Ну так, правильно. То есть можно сказать так, что если у нас внизу стояло 0, то мы этот разряд не меняем. Если внизу стояло единиц, то мы меняем. То есть 0 на 1 минус на 0. Если... Так, давайте вот этот результат обозначим s, например, из этого сумма. Тогда можно прям формуле написать, что если s и t равняется 0, то тогда z и t равняется y и t. Если s и t равняется 1, то тогда z и t равняется... Ну, можно написать вот так, вот 1 минус y. Да, 1 минус как раз функция, которая 0 превращает единицу, 1 и 0. Но, в принципе, можно и плюс было написать, потому что у нас это вот 2. Да, в общем, важно, что если в результате 0, то мы их не поменяли и 0 осталось. Если в результате 1, то тогда мы поменяли то, что было, 0 на единицу, единица на 0. Значит, сумма поменялась, значит, получился 0. Значит, такой z на самом деле единственный. Потому что если в каком-то разряде вот это не будет выполнено, либо вот это, либо вот это, то тогда там единица получится. Ну и последнее, что осталось понять, почему вот это вот число меньше, чем вот это вот число. Потому что в самом старшем разряде, в котором есть отличия, мы уменьшимся на 0. Поэтому что в более младше происходит, совершенно неважно. Эта процедура, это действительно уменьшение числа. Уменьшение числа. Ну вот, значит, это выигрышный ход. То есть он получает, что если сумма была не 0, вот так вот сходив, можно превратить ее в 0. Ну и видно, что тут, действительно, сколько вот здесь было единиц, надо вот этим результатом. Столько есть вариантов выигрышного хода. Ну а вторая часть, на самом деле, проще. Да, почему ним сумму 0 можно перевести только в ним сумму не 0? Может кто-нибудь знает? Мы меняем в числе некоторых разрядов, значит, в этих столбцах будет изменено количество единиц. Ну да, правильно. То есть вот эта вот ним сумма еще называется XOR, если исключительно ИЛЯ. Важно, что если у нас было четное число единиц, то было ноль. А если во всех разрядах, значит, во всех разрядах было четное число единиц. Но если мы изменили только одну строчку, то там, где мы изменили, то мы должны были изменить хотя бы один разряд в этой строчке. И, соответственно, мы изменили либо единицу на ноль, либо ноль на единицу. Но в любом случае четное число единиц превратилось в нечетное число. Единиц, поэтому результат изменился. Да, то есть вот эта вот часть делается так, что если у вас всюду в сумме одни нули, то это значит, что над каждой нулем четное число единиц. Но если вы меняете только одно число, то тогда у вас четное число плюс есть нечетное число. Да, чтобы осталось четное, вам нужно два разных числа поменять, и это нельзя, потому что только одну кучу изменяете. Да, соответственно, при изменении одной кучи меняется на нечетное. Если в этом разряде изменилось значение для этой кучи. Но если вы умеете, то хотя бы в одном месте у вас изменилось единица на ноль. Поэтому получится четное изменить нечетное, и тогда получится, что сумма не равна. Ну вот такая вот скономерность. Ну что, есть ли какие-нибудь вопросы? Да? А это для двоичной работы? Да. Или только для двоичной? Нет, это для двоичной работы. А если мы возьмем какую-нибудь другую? Нет, любую другую нужно сначала перевести в двоичную, а потом уже принять это правило. Да. Так, у вас еще вопрос был? Да. И если ты с самого начала в двоичной позиции можно как-то выиграть? Можно выиграть, если соперник ошибется. Да, то есть тут на самом деле видно, что выигрышных ходов не так много. Да, то есть если играть на АВУ, то ход скорее всего неправильный. То есть тут вообще ходов очень много, но правильный один, ну и по крайней мере не больше, чем число в двоичных. Вот. Поэтому если соперник ошибется хотя бы один раз, и вы знаете это правильно, то после этого, если вы уже не будете ошибаться, то вы выиграете. Вот. А если вы в хорошей позиции и соперник не ошибается, тогда уж извините. И это общее соображение называется Теремцер Нева. То если у вас конечная игра, которая заведомо закончится рано или поздно, то у одного из игроков есть выигрышная стратегия. Потому что когда игра уже закончилась, то тогда уже кто-то выиграл. Вот. Соответственно, до этого был один самый лучший ход. Или все ходы были плохие. Да. Потом за два года тоже, за два года до конца тоже какие-то ходы хорошие. Вот. Ну и так далее. В общем, действую по этому правилу, что из прошлой позиции может выйти только выигрышная, а из выигрышной в какую-то проигрышную. Можно пойти с конца до начала и узнать, является начальной позиции вышедшей или проигрышной. Вся проблема в связи с том, что игра может быть очень большой. Да. Вот это правило простое. Да. Это правило довольно простое. И даже если у вас очень много куч и очень большого размера, все равно вы довольно быстро посчитаете, кто здесь выигрывает. Для игры произвольной это уже не так. Да. Если у вас игра какая-нибудь типа шахмат, то там вариантов очень много и все их перебрать не получается, а простого правила подсчета тоже неизвестно. Именно поэтому в шахматы до сих пор люди играют и развивается. Так. Теперь давайте я на ваш вопрос отвечу. Я говорю про неравноценную иску. То есть, если, например, у игрока 1 на 3, а у игроку не 2 и 4. Да. Если игра неравноценная, то как раз все сложнее. Сейчас мы скоро перейдем к неравноценным.